30 марта в актовом зале Витебского государственного университета состоялась встреча с известным космонавтом-испытателем, героем Российской Федерации Олегом Артемьевым. Общение с подрастающим поколением является неотъемлемой частью деятельности космонавта. К тому же нашему гостю в особенности есть чем поделиться. Два космических полета, три выхода в открытый космос, участие в основных космических экспедициях и различных экспериментах. 50% нашей деятельности это популяризация космонавтики и в должности у космонавта-испытателя есть такая графа, как популяризация космонавтики. А принимает везде очень хорошо. Чем дальше от Москвы, тем лучше. Принять участие и пообщаться с выдающимся человеком мог любой желающий. В ходе мероприятия прошел дружеский обмен подарками между руководством университета и космонавтом. Памятные сувениры, побывавшие в космосе, теперь будут украшать астрономический центр ВГУ. Космонавтам был представлен ряд фото и видеоматериалов, созданных на космической станции за время полетов на корабле. Помимо всего прочего, Олег Артемьев рассказал, как сам пришел в профессию и ждал своего первого полета 11 лет. Какими были ощущения там, где не существует четкой границы, и что чувствовал, когда вернувшись, ступил на Землю. Стать представителем редкой профессии потребует немалых усилий, однако все реально, заверил космонавт. Ну, любой человек, который имеет способность учиться, который имеет какие-то спортивные навыки, то есть надо быть сбалансированным и спортсменом, и человеком, который может учиться усидчивой. То есть, ну, обязательно надо школу закончить, конечно, а затем, так или иначе, у кого как получится, в армию сходить, затем поступить в университет, обязательно, ну, проще поступить сейчас и стать космонавтом тем, кто заканчивает технический университет. Вот, закончив, потом надо идти на предприятие ракетокосмической отрасли какой-либо, работать там до трех лет и ждать набора. И в то же время, как бы, не забывать о здоровье, то есть, сохранять его, заниматься спортом. Я думаю, тогда все получится. Сколько весит скафандр, какие фантастические вещи происходят на корабле, сколько зарабатывают современные космонавты и как относятся к кинематографу, все это и многое другое было раскрыто на встрече. Очень много вопросов, как стать космонавтом, то есть, это очень радует. То есть, с каждым годом этих вопросов все больше, и люди уже начинают интересоваться. А тем более, сейчас есть такой хороший инструмент, как социальные сети, когда информация, ну, разлетается мгновенно, при помощи соцсетей революции делают, и, может быть, будет и в образовании, в космическом образовании, астрономия будет больше увлекаться народом. Поэтому, я считаю, что это хороший инструмент. Олег Артемьев не только выдающийся космонавт, но и популярный интернет-блогер. На его страничке в Инстаграме более 230 тысяч подписчиков, с которыми он делится свежими космическими новостями. Ну а витебским поклонникам удалось задать вопросы популярному космонавту лично, а также получить автограф и фото на долгую память. Анна Семенченко, Александр Гергаев, ТВУ.